Ребята, здравствуйте! С вами Алексей, добро пожаловать на продолжение прохождения игры Черноблайт. В общем, ребятки, не стал я дожидаться того времени, как я выложу ту предыдущую серию, в которой я там не понял вообще, что произошло. Короче, я плюнул просто и взял, перепрошел все по новой. То есть я начал практически там с самого первого дня, как только-только-только мы вообще сюда пришли в ЧЗО с нашим замечательным Оливером. Короче, я прошел то второе задание, где мы встретили вот этого незнакомца, да, в украинской маечке такой интересной. Все, я это задание тоже прошел, соответственно, в том же здании. Почему-то вся генерация именно квестов происходит именно там. Далее я пробежался опять по новой по локации, там встретился с Женьком, которого тоже в прошлой серии видел. Разобрался тут я, короче, с этими ребятами, их всего четверо здесь было. Пришлось на самом деле попотеть, но патронов я с них подобрал и прям вот вообще на самом деле красиво-красиво. Далее я нашел ноутбук, он, если кто будет проходить, лежит вон, в той военной палатке. Там стоит, в общем-то, компьютер, к которому я подошел. Мы с Михаилом там так достаточно мило поболтали. И, в принципе, выяснилось то, что нам теперь нужно это все дело уничтожить. То есть это все там прям нам надо будет подорвать и будет, в общем-то, я думаю, очень-очень весело. Далее, ребята, нам надо с вами выходить на главную дорогу и пытаться идти уже дальше. Давайте просто пойдем по асфальту. Не хочется мне хватать какие-то дозировки здесь. И, в общем, не хочется, что все совсем было плохо. Так, здесь... Мы здесь свернем или нет? Да, мы здесь свернем. Здесь что-то какая-то дорога прям очень сильно ушатанная. Но, да ладно. Так, побежали, побежали, побежали. Тут, по-моему, где-то наш Володя еще или как ли там его зовут, сталкер, которого мы спасли. Где-то здесь он должен быть или он уже куда-то у меня ушел. Куда-то он свалил. Я его не смог, короче, с собой никак заманить. Я бы, на самом деле, взял его себе как помощником. Но вот что-то как-то, видимо, не срослось. Так, друзья, ну что ж. Пробираемся обратно к командному пункту, как я понимаю, дуги. Так, где-то вроде здесь проход был, если я не ошибаюсь. Опаньки. Так, давайте мы их, наверное, подсветим на короткое время. Ну, что-то он вообще не чешется. Так, пока Миша там отвлекает их. Мы здесь все это пробежим. Куда нам вообще? Ну, нам в это же здание. А почему? В чем прикол? Что это было? Что нам делать? Так, вот она наша вышка. И что делать-то? Михаил, ты в порядке? Да, просто не заходи внутрь. Тут немного напряженный атмосфер. Ты что, там читаешь какую-то стрёмную книжицу для агентов-новичков? Что-то диалоги какие-то вообще не связанные. То есть, расходятся, в принципе, с тем, что удалить данные... Ну, ладно, давайте удалим, наверное, данные. Надо бы просто закончить на этом. Прием. Все. Удаляем все данные. Взлом серверов Нар. Отлично. Так, ну и по сути-то как бы все. Мы, в принципе, свободны. Да, ты завершил задание. Используй генератор порталов, чтобы выйти. Ну, прямо здесь мы с вами материализуемся. И вернемся обратно на базу. То есть, в принципе, мы по локации больше ходить не будем. Потому что мы здесь были уже в прошлой серии. Нам бы вообще, на самом деле, там в Покачи сходить. Вот куда-нибудь туда. Там бы полутаться. Посмотреть вообще, что там, как это все сделано. Прям нереально интересно, что там вообще такое. Надеюсь, вам, ребятки, тоже это все дело интересно. Так, нас что-то, я смотрю, не сопровождают по пути никакими голосовыми метками. Сейчас посмотрим, как там Оливер. Я разобрался, как его кормить тебе, наконец-таки. То есть, чтобы он у нас всегда был довольным. А то я что-то на протяжении четырех серий только сам себе жрачку, короче, давал. И бедный бедолага у нас оставался прям... Голод грызет. Вообще, совсем-совсем не удел. Эээ, Таня, если это правда, ты, пожалуйста, давай... Все, хватит болтать. Кормим нашего замечательного Оливера. Все у него в порядке. Он красавчик, он ходит добывать все нам. Так, вообще, что у нас по инвентарю имеется? Ну, у нас куча всего. У нас схрон бы, на самом деле, нам какой-то не помешал. Нам бы, да, схрон какой-то не помешал. Но, как видите, здесь ничего нету. То есть, строить практически ничего здесь нельзя. Это все у нас уходит в металлолом. База у нас прям так расширилась, я смотрю, достаточно. Неплохо, неплохо. Так, ну давайте пойдем спать. Что у нас, Оливер? Ничего нового нет у него? Да, в принципе, ничего нового нет. Ладно, братишка, давай. Тогда заляжем спать, получается. Да, и чтобы у нас уже день промотался. Скорее всего, сейчас, наверное, будет второй день. Потому что весь, как бы, прикол в том, что все миссии я прошел за один день. Да, у нас день второй. Refuge. Утро. Что мы сейчас интересно будем делать? Вот я не знаю, какие миссии нам выпадут. Привет, парень. Есть там кто? Оливер? Игорь? Прием. Это секретный агент Данте 007. Оливер, как слышно? Прием. Михаил, ты куда, черт возьми, подевался? О, Игорь, мне нужна твоя помощь. Я в здании, которое я подорвал. Я застрял. А еще здесь что-то есть. Что-то очень стремное бродит. Я так рад слышать твой голос. Только возьми противогаз, если решишь сюда забраться. Это в доме, рядом с памятником. Не пропустишь. А газ... Очень эффективен. Новый токсин. Горчичный. Называется агент Оранж. Да уж, мистер спецагент. Ты же ничего не смыслишь в нервном газе, верно? Да. Короче, нам сейчас его надо будет спасать идти. Что ты, брат, скажешь? Где-то буду возле радара Дуга. Готов поспорить. Дело рук нашего Оливера. Ну да-то. Ой, Оливера. Господи, вот этого чувака. Да-да, действительно, смотрите, там что-то горит. Будет сделано синяя птица. Скоро получим документы. Конец связи. Ты что творишь? Прикидывай, синяя птица. Это позывной, что в квартире Нарр. Собираю информацию, знаешь ли. Слушал радио и что-то заскучал. Потому что что-то не слышно, о чем он говорит. Это хитро. Хитро придумано. Я и не думал, что ты такой проныра. Был неправда. Достаточно убедительно звучит, как офицер, радиостанция СИС-проведственного решения Нарр. Так что... Я тут нашел кое-что, что тебя наверняка заинтересует. Наррот командировал отряд солдат на поиске каких-то старых документов, датированных концом 86-го. Какие-то старые документы, датированные в конце. 86-го. Похоже, под санаторием Изумруд есть какие-то секретные помещения. Ух ты! Санаторий Изумруд. Помню, дети обожали это место. Похоже, эти помещения принадлежат КГБ. Там они проводили какие-то эксперименты. Но ничего толком не ясно. Дублировал просто, ребят, потому что вообще не слышно, что он говорит. Я не знаю, почему так. Ох, это может быть хороший свинец. Это определенно стоит. Да. Перевод, конечно, просто топовый. Такое ощущение, что просто через гугл переводчик перевели. И как мне угораздило взяться в эту безумную историю любви. Погоня за призраками до добра не доводит. Но это понятно, конечно, что до добра не доводит. Так, Оливер, ты, конечно, красавчик. Ты вроде как у меня сыт и готов к приключениям. Куда нам надо идти вообще, ребята? Давайте посмотрим. Если мы выбираем порт Припяти, в последнее время много всего творится. Мы переходим на сообщение о поставке припасов. Отправляйся в Припять порт и убедись, что Нар не найдут ящики первыми. Они нам очень нужны. Далее. В Капачах. Нар работает над восстановлением каких-то важных документов об исчезновениях 1986 года. Бумаги найдены в Капачи. Ну, собственно, я туда и хотел попасть. Недалеко от базы валяется старый холодильник. Его можно разобрать на запчасти, если постараться и затащить его внутрь. Ну, я думаю, в принципе, нам это как бы не особо надо. Поэтому, ребят, давайте мы, наверное, знаете, что сделаем. Мы, наверное, отправимся сейчас опять к Михаилу. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, Оливер, он как бы вообще не готов просто идти за документами. Наверное, я его все-таки отправлю, скорее всего, за холодильником. Но он, в принципе, на двух этих заданиях хорошо справится. Я прям больше, чем уверен. Холодильник, я думаю, он никуда не денется. Давайте мы его, наверное, отправим в порт. Сами отправимся спасать Мишаньку, потому что, как бы, он, чувачок-то, я думаю, полезный будет для нас в дальнейшем. И как-то пригодится. Но хотя, в принципе, он там... Не пойму, чипа... Как я понял, он, короче, застрял в том доме. Ну-ка, послушаем. Носорог-1, ваши координаты. Вы видите группу Носорог-2? Прием. Синяя птица. Никак нет. Никаких следов Носорога-2. Вижу здание 800 метров к северу. Одно выглядит так, как будто после недавнего взрыва. Ждем приказов. Прием. Носорог-1, ждите дальнейших указаний. Конец связи. Угу. То есть, это, видимо, вот этот солдат Инар. А, он же вроде как был вот в том доме буквально. Группа Носорог-2 не выходит на связь. Не отвечают по рации. Отправит за ними Носорог-1? Че-то, короче, там какое-то месиво, походу, сейчас дело будет. Он же вроде там был на втором этаже. Че, мог бы оттуда выпрыгнуть. Ну и бог с ним, что его там завалило. Я думаю, он смог бы как-то оттуда выбраться. Либо он опять в какое-то другое здание залез. Ох, Михаил, а. Кто-то чем, проказник. Так, день второй. Ну, опять мы, короче, вырвались сюда. Так, у нас там 8-9. Че-то прямо прет. Давайте мы ее занем, наверное. Противогаз. Отлично. Так, и вообще мне надо сориентироваться, куда нам идти. Так, здесь у нас кто-то. К нему мы подойдем. На, ну да. Нифига он сколько прошел. То есть нам получается сюда... Это, наверное, к тому самому месту, где этот чувак сидел. Потому что вот он памятник. И Женя как раз-таки, этот гопничек, он тут сидел. Так, окей. Но мы сейчас, в принципе, идем до поворота. Там поворачиваем направо на первом повороте. И тогда уже бежим по дороге. Как-то я стараюсь просто дорог придерживаться. Несмотря на то, что как бы сверху есть метка, да, по которой можно идти. Но по дорогам как бы не грязно. То есть если тащиться по местам таким... Кроль какой-нибудь, он здоровый, жесть. А если тащиться по таким местам, да, напрямую, так скажем, то есть вероятность того, что на радиацию просто напоришься. И на хер бы это надо было. Так, где он там дальше? Вот здесь что ли где-то? В этом доме какой-то чел сидит. Опа. Сейчас походу будет жопа. Что, убил что ли? Да ладно. В голову попал, наверное. Блин, автомат пока не могу брать. Вот надо бить его и эту фигню. Итем стэш. Что за стэш? Что это такое? Ух ты. Вот там веселый хабарчик-то припрятан. Мне бы знать, как до него добраться. Но давайте пойдем здесь. Да, где-то в этом направлении нам надо идти. Ого. Так, ну это... Все это... Ух ты. А, ну это от этих автоматов. Блин, я уже думал, блин, это самое... Так, ну это те же самые револьверы-наганы. Поэтому, в принципе, они мне особо не интересуют. Пули для револьвера. Это нам понадобится. Так, ну это мы нашли. Здесь, типа, у нас как бы... Ну вы поняли, короче, история вот эта вся, связанная с хабарчиком. Все это у нас тут припрятано. Это хорошо. Так, можем спускаться вниз. И, в принципе, в принципе, в принципе... А, ну да. Можем уже выходить на улицу, я думаю. И пытаться спасать нашего чувачка. Так, где-то вот он в этом доме. Я в противогазе, поэтому, как бы, в принципе, окей. Опа. Ого, их там до хера. Как минимум, четверо их увидел. Так, тут у нас... Помните, если там, по-моему, в первой серии, что ли, у нас здесь остался, как бы, этот... Ой, господи, тайничок. И он, опять же, тут у нас перерисался, как я понимаю. И тут же у нас пули для револьвера. А, у нас уже полная. Все, ничего себе. Так, ну, насчет покушать, я не знаю. Как бы, в принципе, я думаю... Аптечек у нас до хера. Патронов просто валом. Так что, в принципе, ну, вроде бы, наверное, даже ничего подбирать и не надо. Так, наш дружище где-то спрятался вот в этом здании. Нам бы туда как-то попасть. И, по-хорошему, конечно, это сделать сзади. Давайте попробуем здесь как-нибудь... Опа, аккуратно. Не палимся. Попробуем сзади, может быть, как-нибудь обойти. Давайте просканим все это дело вот этим замечательным сканером. Так. Грибочки. Здесь прохода никакого не зарыто. Зарыто. На свет они не реагируют, поэтому все равно. Так. Противогаз. Но он у нас есть, поэтому он мне, как бы, в принципе, не нужен. Фильтра это дело хорошее. Так, перезарядочка. Видит, вот он там сидит, по ходу дела. Второй этаж. Потихонечку поднимаемся. Тут даже можно в рост встать. Они только, короче, если нас видят, тогда они на нас будут реагировать. А так... Вряд ли. Ну и на звук выстрела, может быть, они пойдут. Ясно. Окей. А где этот-то чел? Хейл в беде. Что бы знать, что вот появление всего этого значит? Хм. Хм. А где он может быть-то? Где-то здесь. Тут дверь не открывается. На улице, может, он где-то с той стороны сидит. Не понял. Реально не понял. Так, это понятно все. Ну, ребят, по заданию здесь метка вот она стоит. Михаил в беде. А где он здесь? Я не понимаю. Ну, дом возле памятника. То есть, памятник, он немножко с другой стороны здания стоит. Да, он там присутствует. И, судя по всему, он где-то вот в этом вот окне должен быть. Но я туда пришел, и, как вы сами видели, там ничего не было. И снаружи тоже пусто. Хм. Может, он на крыше где-то сидит? Я не знаю. Вообще непонятно, что делать. Ребят, честно, что-то я не могу раздуплить. То есть, даже... Ну-ка, если можешь противогаз попробовать взять. Мне уже хватит. А, ну, наверное, кстати, может быть. Знаете что? Типа, я же нашел, наверное, скорее всего, противогаз раньше времени. Как бы мне его выбросить, этот противогаз? Вот это бы было прям хорошей информацией. Скорее всего, да. Это, наверное, связано с тем, что как бы противогаз-то у меня уже есть. И поэтому я залагал по заданию. Я его сейчас никак не дропну. Вот что самое интересное. То есть, я его могу только переместить. Получается. Ха-ха-ха. Вот это жесть. То есть, я предметы не могу выбрасывать. Как я понимаю. Хм, интересненько, интересненько. Это прямо очень интересненько. Вот это вообще бесконечная фигня, как я понимаю. А вот, подожди, убрать? А, ну да, я его не могу убрать. Но он у меня не одет. Или он у меня одет, этот противогаз? Потому что вот там какая-то P или что кнопка есть. Она уходит вот сюда. Так, ну-ка, сейчас мы разберемся. Сейчас мы попробуем выкинуть, допустим, вот это. Нет. Нет. Что за кнопка-то там тогда? А, R. Буковка R. Так, мы его убрали. И оно выпало у нас сюда. Так, окей. Давайте мы сейчас попробуем инвентарь тогда порасчищать. Раз. Два. Три. Окей. Мы освободили место. Пикапнули этот самый. Ну, по идее, задание как бы у нас оно должно было затриггериться. То есть, в принципе, в принципе, в принципе, мы что-то да сделали. Так, один противогаз мы сняли, получается. Убираем этот противогаз. Юзаем тот, который подобрали. И подбираем химикаты обратно. Да! То есть, игра как бы, ребят, смотрите, если будете проходить, учитывайте вот этот фактор. Если вы где-то раньше противогаз найдете. Ну, да, он в этом же доме, получается. Хотя, да, в этом же. Если, короче, вы раньше найдете противогаз, то готовьтесь к вот этой проблеме. Возможно, у вас тоже такая фигня будет, что вы не сможете, как бы, типа, взять задание и придете сюда на метку. А по факту просто надо тот противогаз, который у вас есть, освободить, можно сказать, там, ну, не знаю, место под него, да, либо выбросить его и подобрать этот, который дается по заданию. То есть, игру не обучили разработчики понимать, что у человека, что у игрокам, точнее, находится в инвентаре. И она заставляет, вот, по факту, брать одно и то же, то, что у меня есть. А я-то, кстати, не помню, откуда у меня этот противогаз взялся, где я его вообще нашел. Потому что он у меня что-то сразу в первой версии, как по-моему, появился. И все, и я с ним бегаю, и бегаю, и бегаю, и бегаю. То есть, где-то в каких-то местах он мне даже помогает. Но, видимо, это совершенно случайно у меня получилось, потому что, скорее всего, по сюжету противогаз должен даваться вот именно сейчас. В этот момент времени. Я его раньше получил, и поэтому, скорее всего, игра не понимала, как бы, как я так. Вроде надо взять противогаз, а он его не берет. А у меня и он есть, и, короче, бред. Так, здесь мы не обойдем, что ли? Никаких дыр в заборе нету. Есть дырки, отлично. Такс. Ну да, он же в том же самом здании засел. А что он не выйдет-то оттуда, я понять не могу. С окна бы спрыгнул, да и не парился бы, что? Опа. Вот это трудная задачка. Опа. Сбежали. Присели. Все нормально. Так. С той стороны нам вход закрыт. Смотрим, здесь вроде бы все нормально. Попробуем здесь зайти где-нибудь. Тот же по-любому вход есть. Я не поверю, то что он с одной стороны только этот вход. Ой, газ тут всякий. Ёшка. Нормал. Бляха-муха, двери есть-то, зайти в них нельзя. А что за бред? А, во, лестница. Может быть тут можно обойти? Да, обошли. Мишанька, давай. Так, поднимаем. Хотя у нас в принципе инвентарь уже полный, нам ничего не нужно. Мне уже хватит. Я это понимаю. А, он где-то под нами сидит. Сука, на первый этаж надо спускаться еще. Птичка первой помощи. Но она у меня тоже есть, как бы, в принципе. Причем, кстати, самое интересное, что в этом здании я раньше был. Че? Вот, сука. Ты че, брат? Михаил, ты в порядке? Блядь. Он пропал куда-то. Сейчас че-то будет. Блядь, пацаны, мне страшно. Я даже свет включу. Мне кажется, сейчас че-то будет. У нас капсда пришла противогазу. Одному фильтру, так скажем так. Включаем фонарик. У, сука. Мишаня, ты в порядке? Нет, Миша не в порядке. А, сука! И че это было? Фу, блядь. Миша, ты где, блядь? Заебал. Ты же ангел. На слух сатаны ты извергаешь огонь. Взошли семена отчаяния. Пора собирать урожай. Возьми это уничтожих цветы, мой юный ученик. Чего? Что ты несешь? Какие цветы мои в опасности? Они здесь уже сзади тебя, смотри. Кто там, господи? Миша, ты шо, куриный че шо? Мишаня, ты меня пугаешь. У, блядь. Лежать, сука. Мишаня. Шо за наркомания, пацаны? Так, короче, как я понял, чтобы расколдовать этого михуила, нам надо выкинуть опять из инвентаря один вот этот кусок дерьма, чтобы у нас место освободилось. Да, писец, конечно. Мишаня, ты шо? Дурак. Выходим отсюда нахер, Миша. Что звуков нету никаких. Вот это меня очень сильно раздражает. То, что никакой информации нам не дают. Это было просто суперплохо. Прости за весь этот дурдом, это я тебя втянул, поэтому пришел за тобой. Что-то они говорить разучились. Кажется, это конец. Я слаб и все такое, а солдаты прикончат меня. Скоро я отправлюсь на небеса, друг. Спасай себя сам. Нет, Миша, я тебя с собой заберу. Я нашел способ вытащить тебя отсюда. Я открою портал, только не сворачивай с пути. It's a miracle. Короче, типа это мираж или что-то такое. Я тебя не брошу, друг. Все, давай. Мишган нам пригодится. Вообще-то у меня звуки куда-то пропали. То есть вы слышите, да? То есть я просто слышу, как у меня пикает этот самый. Дозиметр мой. Так, ну и все, по сути. Я могу же отсюда, по идее, сваливать уже, да? Здесь у меня что-то еще осталось. Можно сбегать, посмотреть. Или уже не будем. Ладно, хер с ним, ребята. Давайте валим отсюда тоже. А то что-то как-то это все чересчур странно. Сам не понимаю, что происходит вообще здесь на самом деле. Так, Мишаня вроде бы куда-то должен был убежать. Но, по идее, скорее всего к нам. То есть я думаю, он сейчас к нам присоединится. Какое-то время он там потребует для того, чтобы оклематься от всего этого. Короче, он газа какого-то нанюхался и... Но я же говорю, она совсем с ума сошла. Тише, Анн, пожалуйста. Видишь ли, Танюша? Мы все думали, что ты станешь скрипеть. Да достали мы уже со своими воспоминаниями. Как громко все это. Ох, а главное не сдохнуть. Так, ну что? Ух ты, да, у нас Мишанька есть. Отлично, у нас теперь ребята трое. Давайте мы теперь всех накормим. У нас, в принципе, я думаю, хватит на всех. Мишаня заслужил по-любому двойную порцию. Я съем половинку порции. И своему карифанчику я дам, опять же, двойную порцию. Все, ребята, всех накормил. Сам себя, конечно, немножко обделил. Но ничего страшного. Главное, что мы все живы-здоровы. Мы добрались сюда. У нас теперь новый член команды Миша. Давайте попробуем поговорить. Он является опытным. Какой-то поезд. Я должен провести некоторое время с ним на Куэйр новых навыков. Ясно. Нужен, короче, перевод для всего этого. Да, то есть, получается, теперь, ребята, у нас трое в команде. Мы можем в троечка что-то устраивать, что-то придумывать, отправляться уже на задание, ну, так скажем, в разные точки всей этой карты. Это здорово. Так, давайте поспим для того, чтобы сохраниться замечательнейшим образом. Дабы ничего не потерять. Но сейчас, по идее, как бы третий день. И вообще, по идее, третий день сейчас должен был закончиться, если бы я не сдох. Но дело такое, ребята. Будем проходить это все по новой. Ладно, ребята, давайте на это нашу серию прервем. И я думаю, что это будет логическое завершение. То есть, мы спасли Михаила, у нас все хорошо, у нас там и Оливер пришел. У нас, короче, все по кайфу. У нас теперь трое. Будем теперь втроем исследовать ЧЗО и будем разбираться все-таки, где же это Татьяна, что там произошло, что это вообще сейчас в игре происходит. Я думаю, что дальше будет только интереснее, ребята. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Если вы пропустили старые серии, я создал плейлист в описании каждой серии. Я буду оставлять на него ссылку. Если пропустили, то пересматривайте старые серии. Все, ребятки, спасибо вам всем огромное. Пока-пока. Увидимся.